Други мои, ну что ж, вот и я, кандидат депутата Государственной Думы от партии Родина по федеральному списку. Спасибо за это Алексею Журавлеву, спасибо за это партии Родина, мой друг, который всегда последовательно был за меня. Спасибо, что выдернул меня обратно в большую политику, спасибо, что выдернул меня из моей зоны комфорта. И, наверное, пора мне еще послужить Родине. Посмотрим, что я бы хотел, зачем я иду на эту предвыборную кампанию. Ну, первое, моей кампании блокнот, который, главный наш лозунг, который мы взяли на наш флаг, мы делаем мир лучше. Мы делаем тысячи малых дел, которые приводят к конкретным результатам. Что значит конкретным результатам? К уголовным посадкам, к изменению образа жизни, к проведению водопроводов, включению тепла и так далее. Каждый мой блокнот из 32 сегодня делает мир своего города лучше. Он делает его более демократичным, более свободным. Он дает площадку тем, кто хочет сказать. Любой человек, который приходит в блокнот, может прийти в рубрику «хочу сказать, мы ставим ему камеру» и доводим это до населения. То есть мы доводим это до прокуратуры, генпрокуратуры и так далее. Тысячи маленьких дел. Это, кстати, меня очень серьезно отличает от «навальнят». Можно, конечно, ездить за границу, получать миллионы долларов грантов американских, европейских и так далее, придавать Родину во всем и выпускать 20 роликов, которые ни к чему не приводят. А вот я тысячи дел довел до конца. Теперь о нашей предвыборной кампании. Я понимаю, что у Родины не так много шансов пройти. Я буду делать все для того, чтобы она прошла. Но я сейчас в рамках этой предвыборной кампании хочу поднять порядка 100 проблем России. 100 проблем России, которые я хочу поднять, которые имеют путь решения. Притом простого решения. Для малых городов, для больших городов, для бизнеса, для сельхозпредприятий. Мы достали в этой огромной несправедливости, это огромное количество паразитов, мегакомпаний, которые сели на нас сверху. И с помощью того, что они манипулировали теми или иными законами, а может быть просто зачастую непониманием других лиц. Зачастую все наши проблемы находятся в рамках одного или другого паразита. Я не ставлю крест на всех чиновников. Но паразитов хватает везде. Среди бизнесменов, которые алчно хотят заработать деньги все. Ты знаете, как недавно встречался с нашей однопартиейкой, которая сказала, ушли люди государственного масштаба. Которые вот так мыслили и потом чуть-чуть себе. Сейчас в основном пришли те, кто только себе и на государство им вообще наплевать. Они настолько мелко ничтожны, что дальше мыслить они не могут. Они хотят заработать здесь, сейчас и сегодня, рвануть, сбежать за границу и так далее. А что дальше со страной будет? Поэтому решения вот такие все мелкие, узкие, однодневные. Я приведу, говорю, десятки примеров в рамках этой предвыборной кампании. Как один чиновник, допустим, подписывает документ. И десятки тысяч людей остаются без работы. Через два года эти люди, представители этих людей, выигрывают суды. Но где-нибудь в Китае этот бы чиновник либо пошел на расстрел, либо на всю жизнь работать, исправлять своим трудом, так сказать, на благо социалистического государства. А у нас что? Ну суд проиграли, ладно, значит вы правы. А кто за два года все компенсирует? Кто за два года компенсирует этим людям жизнь? Кто вернет им деньги? Кто это все вернет? Кто хотя бы за это ответит? Вот так у нас на каждом шагу, что у нас есть паразиты. Среди чиновников, среди бизнесменов, среди милиционеров, среди всех служб есть паразиты. Трусы. Люди, которых государственно не мыслят. Не мыслят широко. Да я не против, ребята, чтобы у вас что-то было. Вы другим дайте. И вот это мы все поднимем в рамках предвыборной кампании против паразитов. Я хочу сказать, что я участвовал в формировании списка партии Родина. И вот нас всех, что там объединяет, мы нормальные люди. Вот я очень спорный мальчик, плохой, хороший и так далее. Но совершенно очевидно, что я нормальный. И я заинтересован в том, чтобы река моя Дон была чистая. Чтобы люди жили в малых предприятиях хорошо. Чтобы мы были богатыми. Вот я впрямую в этом заинтересован. Мы нормальные люди. Мы разные, но нормальные. Нам за державу обидно. Вот что ж в нашей стране сегодня не хватает. Это тотальная несправедливость, которая сегодня есть во всем. Закрываются малые деревни, закрываются малые предприятия. У нас только в июне месяце на 5% сократились малые предприятия. А компании-гиганты так и продолжают развиваться. Я сам небольшой бизнесмен. Я сам живу на реке Дона. Я хочу, чтобы наши реки были чистые. Так вот, 100 конкретных предложений я озвучу в рамках этой избирательной кампании. Вы можете сейчас начать говорить о том, что толку, что ты озвучил. Все равно это не сделает никто. Ребята, для начала надо набраться храбрости хотя бы озвучить. Если кто-то смотрит мои ролики и так далее, вы видите, как чатко и точно я часто говорю о той проблеме и пути их решения. Если мы это не будем говорить, как, допустим, о том, что сейчас октемра не хватает в ковидных госпиталях, давайте помолчим. Так ее так и не будет хватать, и еще умрут десятки тысяч наших граждан. Нет, я буду это говорить. И я хочу сказать, что когда вопрос подвешивается в воздухе, и когда о нем начинают говорить, это становится мыслью, мыслью многих. И это приводит к решению. Если я стану депутатом Государственной Думы, я обещаю вам, что я буду озвучивать совсем другую, альтернативную позицию к очень многим вопросам. Я буду еще более информирован, и поэтому вы узнаете то, что никогда бы не узнали. Поэтому, находясь там, поверьте мне, будет много интересов. И я не буду клоунадничать, как Владимир Вольфович Жириновский. Я его уважаю в какой-то степени, да. Но он играет в свою игру. А вот я хочу играть в Россию. Я хочу, чтобы в нашем доме было лучше. Лучше для каждого из нас. Вот за этим иду в Государственную Думу. Надеюсь, что поддержите. Я понимаю, насколько у нас непросто все в предвыборной кампании сейчас будет. Но будет так, как будет. И я уверен, что даже если какую-то часть партия власти голосов сопрет, если вы захотите меня поддержать, нам нужно всего 5%. Для того, чтобы я с трибуны Государственной Думы говорил вам те вещи, чтобы мы все лучше разобрались в том, как надо жить дальше. Всем привет. Надеюсь на большую поддержку. Извините за эмоциональный фон.